Я не слышу, чтобы МИД выразил глубокую озабоченность по поводу налета беспилотников на Москву. Кстати, это первый налет на Москву с 43-го года. Логика Запада. Мы сейчас закошмарим релизку. Она устроит восстание, цветную революцию, свергнет плохого Путина и капитулирует. Сейчас кредит, с которой никто на Западе не знает, что делать. И помнит, что в прошлый раз такое было в конце 80-х. Советский Союз сломали, награблено на 30 лет хватило. Логика простая. В прошлый раз получилось, получится и сейчас. И будет нам счастье, а еще лет 10 протянет. Нас верхушка служит Западу. А Запад сказал, нам эти региональные менеджеры не нужны. Мы вас увольняем и переходим на прямое управление. Естественно, региональным менеджерам это не понравилось. Но как жить без хозяина, они не понимают. У нас ломается верхушка. Добрый день, дорогие друзья. В гостях у нас Михаил Геннадьевич Делегин. Экономист, общественный деятель, депутат Государственной Думы. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Михаил Геннадьевич, главная тема недели – это налеты на Москву. После удара по Кремлю реакции не было. Чего ждать сейчас? Как это вообще оказалось возможным? Наконец-то высказался сразу отреагировал Владимир Владимирович Путин, который объяснил, что все у нас под контролем, все хорошо. И в целом движемся в верном направлении. Конечно, это хорошо. Я уже, наверное, больше года повторяю бессмертную цитату из 17 мгновений. Помните, там машинистка Габи, которая, так сказать, строила планы на Штирлица, безнадежно, разумеется, о которой она знала как инженера, она печатала статью «Наши успехи неоспоримы». Согласитесь, что «Наши успехи неоспоримы». Для меня, на самом деле, значительно большее впечатление произвели обстрелы Белгородской области, эвакуация Шибекина и некоторых близлежащих районов, в которых я сейчас прочитал в Телеграме. Но мне это произвело значительно большее впечатление, потому что я очень хорошо помню, как это трудное решение по спрямлению красных линий. Наши же войска стояли в 8 километрах от Киева, если это не является государственной таймой. Но я это помню. Об этом сообщал в Телеграм-каналах. Дальше в порядке жеста доброй воли все это убрали на границе, не оставив даже зоны безопасности. Ну, а теперь уже вынуждены эвакуировать мирное население собственных территорий. Это, я думаю, очень ярко характеризует уровень даже не планирования, не стратегического планирования, а просто уровень вменяемости сегодняшнего государства. Потому что налеты на Москву, понимаете, этот вопрос можно обсуждать с технической точки зрения. Кто там что-то проморгал, чего не было. Сын Рогозина написал, что это какие-то новые машинки, против которых не работает РЭП, потому что они все на механике, летят по заранее заданным координатам. А на 800 километров и так далее. Это все можно обсуждать. Да, ну, не знали, что есть такие машинки. Ну, не думали про это. Мне очень понравилась реакция Владимира Анатольфовича Славилова, которому, значит, судя по его реакции, огромное количество его аудитории написало, что, боже, какое счастье, наконец-то Рублевка начинает чувствовать то, что чувствуют граждане России. Вот он страшно удивился, что на Рублевке, оказывается, что неужели на Рублевке живут нерусские люди? Почему вы так над ними глумитесь? Разве ж мы не один народ. Действительно. И почему же люди так плохо относятся к Рублевке? Москвичи относятся плохо к Рублевке, Россия относится к москвичам. Что же такое у нас случилось за последние 36 лет, что так плохо стали относиться к тем, кто подозревается в уграблении России? Ну вот. Михаил Игнатьевич, вот вы же знаете Соловьева, вы лично с ним общаетесь. Он правда не понимает? Или так надо для стабильности? Он умный. Я сначала подумал, что он поглубитель. Я даже поставил у себя в телеге пост, что гениально, вот вы тут, у меня аудитория тоже его недолюбливает, в отличие от меня. Я говорю, ребята, ну что вы сейчас, кто сейчас с него кинетками? Это же гениально. Это же вот лучше не сделаешь. Потом я подумал, что, черт возьми, а ведь может быть там не было иронии, может быть тут была такая искренность, ну знаете, вот как у Таича Пескова, он же искренний человек, когда он заявлял о недопустимости защиты интересов российских миротворцев, скажем. Когда там меня Вантерпол за это объявили. Он же был искренний, искренний. Вот, и госпожа Захарова искренно была, и тогда, и сейчас. Она тоже говорила, это ее, кстати, формировка, что недопустимые вещи себе позволил депутат Государственной Думы высказаться в защиту российских миротворцев. Смотрите, что, так сказать, от себя выключил. Люди же у нас искренний руководство, они же не лукавые, они говорят, в общем-то, что думают, тема прекрасная. Потому мы их ацитируем. Если бы они говорили одно, делали другое, а думали третье, ну, невозможно, было бы бессмысленно их цитировать, потому что каждый их жест требовал бы тщательной расшифровки. Но они же люди прямые, демократичные. Поэтому так интересно за ними наблюдать. В местах их, естественно, обитания. Потрясающе. Просто потрясающе. А что касается налетов, понимаете? Ну, был налет на Кремль. Был. Правда, у меня ощущение, что перед этим пострадал заложник. Ну, вроде бы, его после этого. То есть, это было перед этим налетом. Вроде бы ударили по гуру. По главному управлению разведки. Это главная террористическая структура нынешней Украины. Вот. Но вроде бы какие-то еще были. Налеты, вы-то как-то очень глухо говорите. Но если ударили по Кремлью. Ну, Зеленский, правда, прятался на Украине. Но свет от этого не. Прятался в Европе. Но свет не погас. Там по нескольким центрам принять решение. Да, наверное, ударили. А она, опять-таки, громко об этом не сообщалась. Ну, так почему бы не ударить еще разик, если все в порядке. Я, на самом деле, я очень напрягся на темне всеперерабатывающего завода. Потому что там, конечно, оборудование большое, тяжелое. И беспилотник, который, как товарищ Рогозин сообщил нам, наш Рогозин, одну гранату несет серьезно и прожигает там 40 сантиметров бетона, 80 сантиметров грунта. Он, может быть, значимого ущерба не нанесет, но выброс какой-нибудь может произойти случайно. Вот. Поэтому я вот на это я бы напрягся. А так, ну, действительно, те повреждения, которые есть в домах, ну, просто я смотрел эти фотографии, ну, два стекла выбиты на состекление балкона, остальные есть. То есть внутри взрыва не было. То ли он не сработал, то ли он взорвался снаружи, они очень понятны. Ну, понятно, что долетели в этом формате, потом долетят в следующем. Если, конечно, у нас не будут приняты необходимые меры, но в этом отношении я вполне согласен с людьми, которые говорят, давайте мы сначала обеспечим безопасность приграничных территорий. Ну, потому что, помните, когда зашла первая диверсионно-разведывательная группа, диверсионная группа... В марте, в марте, да. ...в территорию Брятской области, там уже жители Брятской, они искренне не удивились. А что такой шум-то? И зачем шум, ребята? Ну, это же, как бы, дело привычное, мы просто не можем об этом говорить в силу режима секретности. Ну, что это для вас новость, что ли? Вот, может быть, они преувеличивали, может быть, это все неправда, может быть, вообще не было никакой диверсионной группы, была обстановочная съемка. Не-не-не, Михаил Игнатьевич, тут буквально на этой неделе, дня три назад, губернатор дал официальную информацию, за этот год пять диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию области. Ну, это... Это официальная... Ну, очень хорошо. А завтра выступит Песков и скажет, что это неофициально, все это неправда. Ну, откуда мы с вами можем что-то судить при нынешнем уровне качества российского государственного права. Не можно. Не можно. Вот. Поэтому все очень понятно, очень прозрачно. Но поскольку ни один из этих беспилотников не разрушил, так сказать, ограждение, которое накануне 9 мая воздвигли вокруг Мавзолея, чтобы, упаси Божие, не вспомнили, под чьими знаменами, под чьими именами победили фашизм. Ну, красные линии пересечены, как я понимаю. Все у этих людей в порядке. Можно продолжать дальше, выражаясь очень глубокую озабоченность. А, кстати, я только сейчас сообразил, я не слышал, чтобы МИД выразил глубокую озабоченность по поводу налета беспилотников на Москву. Кстати, это первый налет на Москву с 43-го года. С июня 43-го года. То есть почти за... Сколько? За 80 лет. Там буквально... Не дотянули буквально месяца. Даже меньше, чем месяца. Простите, а где же у нас выражение глубокой озабоченности МИДа? Что-то вообще внутри него происходит? Почему он не выразил глубокую озабоченность? Что происходит вообще? Они вообще работают или нет? Или у них этот самый компьютерный бот сломался? Михаил Игоревич, ваша оценка, почему удар был нанесен с прицелом на престижные районы Подмосковья? Рублевка, Новая Рига, Красногорск? Потому что логика Запада мы сейчас закошмарим релизку, она устроит восстание, цветную революцию, свергнет плохого Путина и капитулирует. У вас есть представление, насколько это реалистично? Кого бы они хотели посадить на царство? Они идиоты. Это правда. Я могу назвать трех человек, которого они могли бы хотеть посадить на царство в сегодняшней нашей структуре и которые в общем, ну скажем так, зерновую сделку дополнили бы обмячно. Сформулируем это так, мягко. Но они вправду хотят Навального. Они вправду хотят капитуляции. А почему вы так думаете, что Навального? А я вижу логику. Я вижу логику заявлений. Они действительно считают, что они сейчас могут сломать Россию, забрать сырье, чтобы оно не досталось Китаю и тогда все в порядке. Это же вторая часть Мирализовского балета. Первый этап экономической ликвидации Европы получил. Европа сейчас завалена газом только по цене, которую Европе не нужно. Более того, сейчас уже пошло падение потребления газа. И сейчас уже этот газ может стоить отрицательной цены, потому что часть ключевых потребляющих газозаводов просто закрыта нахрен. И они уже не восстановятся с высокой степенью вероятности. Потому что уже народ разошелся и инженер уехал. То есть Европа встала на путь ликвидации. Дальше проблемы Дойче Банка, которые перерастут в заливании этих проблем евро и ослаблении очень сильной евро. И дальше добро пожаловать в европейский халифат. Я когда этот термин ввел больше 10 лет назад, мне пальцами показывали. А сейчас это уже, так сказать, вполне себе кошерный термин. Вообще принято. Почти. В другое дело, что там будет несколько халифатов, но это уже детали, это уже для специалистов. Следующая задача мы. Почему? Потому что сейчас кризис, который никто на Западе не знает, что делать. И помнят, что в прошлый раз такое было в конце 80-х. Советский Союз сломали. Награблено на 30 лет хватило. Логика простая. В прошлый раз получилось, получится и сейчас. Сейчас мы нынешний призрак Советского Союза и Россию сломаем. И значит, будет нам и будет нам счастье, а еще лет 10 протянем. Логика очень простая. Очень понятная. То, что в этом случае Китай ресурсы Сибири и Восточной Сибири не отдаст, это для американцев слишком сложно. Это они не понимают пока. А каковы тогда будут действия Китая? Действия Китая, если будет происходить распад России, хотя он происходить, не будет. Я думаю, действия Китая будут тесное взаимодействие с нашей компрадорской буржуизией на местах. С формируемкой. Ребята, а зачем вам отдыхать в Азорном берегу? У нас есть чудесная Хайнань и очень хорошая Байдайхэ. Байдайхэ вы еще не были, Хайнань вы уже освоили. Вам же понравилось. Понравилось. Зачем жизнь отрискалась? Теперь вы наши. Вы же повернулись на восток? Повернулись. В чем проблема-то? Мы же лучше. Лучше. Мы вам даже свободу дадим и жизнь дадим. И вы правильные слова говорите, правильные действия совершите, напрягаться вам совершенно не нужно, будет вам счастье. это вполне как бы часть бюрократии, которая не сможет повернуться на восток, потому что у нее все на западе натовской трагически или погибнет, или получит израильское гражданство после года проживания в Израиле. Ха-ха. Или в Англию уедет, или, так сказать, на месте скончается, даже без особых мучений. А часть примет правила игры, как они всю жизнь принимали правила игры, что кому-то нравится Единая Россия среди ее членов, да не смешите. Есть правила игры, они им правилам подчиняются, но правила игры сменились. Ну, бывает. Никаких проблем нет. Тем более, что китайские товарищи прекрасно говорят и по-английски, и многие по-русски, так что... Но, повторюсь, это ответвление от западного сценария, которое не реализуется. Потому что я вот вчера выступал в серьезном достаточно месте, и меня спросили, в чем фундаментальное отличие нашего кризиса от западного кризиса. Ну, там практически управленческие вопросы обсуждались. Я потом, даже потом приехал на открытые мероприятия, по-моему, это повторился. Так что уже можно говорить. Я говорю, понимаете, разница в том, что у нас кризис наверху, у нас сломается верхушка. У нас верхушка служит западу, а запад сказал, нам эти региональные менеджеры не нужны, мы вас увольняем, мы переходим на прямое управление. Естественно, региональным менеджерам это не понравилось, но как жить без хозяина, они не понимают. У нас ломается верхушка. У нас сейчас вместо компрадорская буржуазия будет приходить патриотическая. Она будет выглядеть очень криво, нелепо и пугающе. Товарищ Пригожин будет выглядеть школьным учителем русского языка и литературы. И хороших манер. Но этот процесс фактически уже запрограммирован. Он может идти мягко, он может идти жестко, чем дальше оттягивать, тем больше вероятность жесткого варианта, но он неизбежен просто в силу уже возрастных реакций. Понимаете, ведь почему меня так не любят наши дипломаты, хотя я их критикую правильно? Они говорят, ты пойми, наша внешняя политика определяется не желаниями нашего министра, а его возраст. Даже не состояние какого-то. Какая изящная формулировка. Понимаете, это на самом деле это правда. Можно критиковать человека за то, что он может исправить. То есть, если ты дурак, иди книжки почитай. За это можно критиковать. За проблему, которую исправить человек не может, критиковать нельзя. Ну, вот там, условно, то, что я плохо бегаю в стометровку, меня можно за это критиковать. То, что я плохо, то, что я не бегу марафон, меня за это критиковать нельзя, потому что я его не добегу по объективным причинам. Сколько бы я тренировал, не тренировался, я марафон не пробегу. То же самое здесь. И дипломаты говорят, ты нас критикуешь за последствия внешней политики, причины, которые исправить товарищ Лавров не может, потому что он не может помолодить на 15 лет. Точка. Это вопросы усталости, усталости материала. То есть, наши проблемы, они в тусурке. Наше общество, посмотрите, сколько мы миллионов завезли гастарбайтеров, никто не знает. Это острая проблема, чудовищная проблема, которая нас может разорвать, но до сих пор уже не разорвала. У нас, когда было коронавесие, посчитали, сколько гастарбайтеров на стройках работает в Большой Москве. Там была дискуссия, 3 миллиона работают или 4, или чуть больше. Мельче 3 никто не называл. Я напоминаю, что население Большой Москвы, как вы ее не надувайте, оно до 40 миллионов человек. До. То есть, у нас минимум 8 процентов населения это гастарбайтеры, работающие на стройках. Не те, которые по улицам шляют, ну, Большой Москве. Не те, которые где-то работают курьерами или работают в этих самых каких-то ресторанчиках, а только на стройке. То есть, только те, кого мы не видим. Могут быть, это показатель был чуть преувеличен. Тоже, опять-таки, это такие были мнения, но люди, которые обсуждали вопрос, сколько времени эти люди могут терпеть жесткий карантин, они обсуждают тему очень конкретно. Очень конкретно. Причем, поскольку тогда депутатов не было, и за разглашение лишней информации меня можно было наказать, разговор был достаточно откровенный, достаточно простой. причем меня потрясло тогда, насколько была конструктивна и пророссийская позиция диазмона. Вы просто сказали, ребята, значит, поймите, мы держим их до этого числа. Мы вам гарантируем, что до этого числа все будет хорошо. Мы за это отвечаем. В общем, раз на части. После этого числа мы ничего гарантируем не состоялись. Потому что у нас тоже ограничены ресурсы. Наши бизнесмены, которые, так сказать, их поддерживают, они тоже люди и так далее. Товарищ Собянин снял жесткие ограничения, я не помню, за неделю или за две недели до этого момента. Это было абсолютно открытое, добросовестное сотрудничество. и ситуация настолько острая, и она урегулируется всеми сторонами, и она выливается в ограниченные бытовые конфликты. У нас невероятно здоровое общество до сих пор. До сих пор. Что происходит на Западе? У них ситуация строго противоположная. Можем глумиться от их элиты, но мы должны понимать, что их премьеры и прочее это марионетки, это фронтмены, не более того. Система управления у них качественная. Глобальный управляющий класс есть, они работают стратегически, они планируют хорошо. То, что бесчеловечное, это другой разговор. Но у них другая проблема. Поскольку у них, грубо говоря, ЕГЭ и Боломская система на поколение, то и на два раньше, чем у нас, у них произошло, происходит сейчас разрушение общества. Если у нас общество настолько здоровое, то оно может с юмором по-прежнему относиться к ЛГБТ, и блокировать все это. У нас молодежь бросает курить, бросает пить. Это, кстати, правда. Но еще тут надо сказать о тех же налетах на Москву. Люди очень спокойно на это отреагировали и даже нашли позитив, что это по рублевке ударили. понимаете, на самом деле картина, значит, людей эвакуировали, ролик, значит, такой мужик стоит с женой, что-то они обсуждают, им тревожно, отходят, там, где и стоят, стоят бутылки шампанска. Не с тобой прихватили. Вот. То есть, я вообще не наблюдал признаков паники. При крайне агрессивном отношении моей аудитории к действующей власти, это не вражда, она агрессивная. Я не видел, то есть, мне никто не говорил, грубо говоря, давайте их свернуть. То есть, да, это уроды, но это уроды наши, и сейчас время военных, даже если эти уроды его не признают. Точка. То есть, если, грубо говоря, время коронавируса была идея свернуть, сейчас этой идеи нет. Но в случае окончания спецоперации как раз эти идеи могут сплыть, поэтому в каком-то смысле спецоперацию выгодно затягивать существующим элитам. Я думаю, что вы слишком сложно говорите, потому что если это будет победа, то, что называется, победители не судят. Их иногда хоронят, но не судят. Если это будет поражение, то, простите, их даже хранит кто-нибудь. Некому будет их хранить. Та часть, которая способна на столь тщательное планирование, в принципе, это понимает. Поэтому об умышленном затягивании, я бы думал, не стоит говорить. Стоит говорить о неспособности проводить стратегические операции. Стратегическая операция требует уровня управляющей системы, которая характерна для индустриальной эпохи. А у нас, если верить академику Глазьеву, сейчас блокной феодализм строят. То есть, почему так много сравнений с самодержанием Николая Второго? Самодержание Николая Второго почему разрушилось? Это был феодализм, который не справился с вызовами индустриальной эпохи. У нас уже информационная эпоха постиндустриальная прошла, сейчас у нас постинформационная эпоха, о чем я даже книжечку издал. Мир постинформации но феодализма, который не справился с вызовами индустриальной эпохи, не справляется с вызовами эпохи постиндустриальной, что мы наблюдаем. Чем сегодняшний Запад отличается от Запада Николая Второго? Повторюсь, у них реальная элита, неэффективная, с которой наш МИД пытается договариваться. Это то же самое, что если я приду на прием и начну разговаривать с садовником, который, наверное, очень интересный человек, но прием меня приглашал в него, прием организовал в него. Реальная элита, она эффективная, дееспособная. История с коронавирусом показала ограниченность ее возможностей. Она ничего не понимает про естественные науки, потому что в самом начале коронавируса люди говорили, так, ребята, это боевой вирус, но он не может быть смертельным по таким-то причинам, и если он будет смертельным, то он очень быстро потеряет свои качества. Либо это не будет эпидемия реальная, либо он быстро сойдет на нет и ослабнет. Произошло, на самом деле, и то, и другое. Но люди, которые этот процесс запускали, они этого не знали. Кстати говоря, сейчас есть... То есть у них там эффективные менеджеры работают на самых высоких позициях? Да, конечно, они гуманитарины. Они изучают человеческое общество. Они не изучают железо, которым империрует человеческое общество. Они все знают про социальную инженерию, что показал премьер Украина, они ничего не знают про обычную инженерию. Вторая вещь. Кстати, раз уж мы перешли к коронавирусу, очень интересное следствие это падение иммунитета. Это падение иммунитета и огромное количество заболеваний типа от диабета до онкологии, причем, ну, поскольку мы находимся в цензуре Ютьюба, все равно так у разных категорий по-разному. Все равно это размыто. Вот. Я даже записал запрос госпожи Голиковой, а вообще говоря, у нас что-то с этим делают, но, по-моему, это все бессмысленно, они слов таких не понимают. Вот. Возвращаясь к теме, проблема Запада в другом. Проблема Запада в том, что у них, грубо говоря, ЕГЭ и Балонский процесс на одно-два поколения, на самом деле на два поколения раньше, чем у нас, и у них качественно иной уровень дебилизации общества. У них люди не то, что не умеют читать, они не подозревают, что это зачем-то нужно. В результате у них ломается общество. У них, ну, простой пример, что такое аварии на грязнодорожных путях в Соединенных Штатах Америки. Люди, которые управляют железными дорогами, не способны осуществлять сложные процедуры, связанные с передвижением груза высокой опасности. Простите внимание, поезда с каменным углем, поезда с дровами, с рельсами сходят. Сходит рельс поезда с опасными грузами. Почему? Опасный груз требует выполнения сложной процедуры. И люди, отвлекаясь на выполнение сложной процедуры, утрачивают способность выполнять простые процедуры. У них не хватает рук заниматься тем и другим одновременно. Это не наши герсанты, как некоторые надеются. Это именно кризис, кризис, управляющий систему, в которой нет людей, способных выполнять сложные процедуры на низовом уровне. То есть, грубо говоря, дебилизация людей, сделала системы жизнеобеспечения слишком сложной. Неприемлемой. То, о чем я говорю лет 20, я сейчас начинаю отдельными сполохами видеть. Вот что у них происходит. Леса горят. Почему? У нас леса горят, потому что отменили лесохрану, хотели украсть деньги. Почему у них леса горят? Потому что постановка задачи потушить, не допустить лесной пожар, неприемлемо сложная для управляющей системы, для ее нижнего шва. У нас это воробство, у них это неспособность осознать задачу. Поэтому, понимаете, поскольку их система гниет снизу, она рассыпется. Поскольку наша система гниет сверху, ну, Господи, нам не впервые выращивать новую голову нашей рыбки. То есть у нас будет смена элит без глубоких потрясений, без гражданской войны. У нас может быть смена элит с любыми потрясениями, но это будет сохранение общества. У них происходит распад общества, разрушение общества. У них будет вторичная социализация, безусловно, она уже наблюдается. стаи, ну, у нас стаи зоозащитников, ну, точнее, ЗШЗ, зоозащитники люди хорошие. И все. И все. У нас даже ЛГБТ крайне разумны. Обратите внимание. У них это именно вторичная социализация в виде стаи, в виде сект, в виде непонятно чего. И это очень интересный процесс для изучения, но, к сожалению, наш институт США и Канада находятся не в том состоянии, чтобы что-то изучать, кроме передавиться американских газетов. Ну, это мое оценочное осуждение, надеюсь, что я ошибаюсь, но наша политика в отношении США не позволяет надеяться ни на что хорошего. Но фундаментальная разница. У нас остаются сравнительно нормальные люди. Естественно, мы деградируем вместе со всем миром. Естественно, у нас ЕГЭ делает свое дело. Но люди социальным инстинктам нормальны. Что, кстати, СОО показало предельно. даже те, кто бросился бежать, они вели себя в целом по отношению к тем, кого они считали своим, вполне терпели. А вот у наших западных, как это на гомосексуальном сленге называется, партнеров, у них рассыпается общество. Они пытались укрепить власть глобального управляющего класса, отшибая голову общества. Макрон еще в 17-м году сказал, что демократия допустима только на местном уровне. Он сказал, выступая сразу после своего назначения президентом, выступая перед послами Франции во всех странах. И это фундаментальная позиция. А у нас она наоборот существует нового неподъезда. Она некрасивая, она неприятная. Она выглядит ужасно, когда люди говорят, а я не буду платить за вашу охрану, потому что мне это не надо. Сбирайтесь сами. И этим людям ничего не делают. Но тем не менее она существует на уровне соседской общины. Пусть даже очень извращенной. Поэтому я смотрю с большим оптимизмом, который не отрицает отнюдь больших катастроф. Катастрофа может случиться, мы можем погибнуть, это может быть крайне неприятно, но мы можем погибнуть как физлиц, а не как общество. Общество останется. А в чем разница гибель общества, гибель физлиц, гибель страны? Ну вот у моей мамы было два дяди. Они оба погибли. Летчики истребители, один погиб в войну, другой погиб после войны, став летчиком испытателями на испытателях самолет. Люди погибли, общество осталось. А гибель страны, Советский Союз погиб? Погиб. Россия осталась и осталась. Да, в очень урезанном аккордном виде, с дикими проблемами. Страна погибла, общество осталось. Иногда страна погибает, а общество рождается. Вот смотрите, Украина как страна погибает, рождается качественно новое общество украинцев на Западе. Это реально новое общество, которое будет вписываться в поры Еврохалифата. Это будет очень интересный процесс. Как они там будут вписываться, что они там будут делать, а люди, которые считают, что им все должны смотреть ролик, это очень забавно. Которые паразитируют на умирающие люди. Это реально новое общество. Михаил Геннадьевич, раз уж углубились в глобальные вопросы, расскажите чуть подробнее про вашу новую книгу. Не все подписаны на ваш телеграм-канал. Новая книжка. Это называется «Мир после информации. Стабильность с той стороны». Это объединение аналитических работ, которые описывают мир, в который мы сейчас вошли, в котором человек лишен доступа к информации, не потому, что кто-то плохой, а потому, что жизнь структурируется в социальных платформах, в социальных сетях, используемых для управления. Это создает очень много новых возможностей, новых угроз. Естественно, я фокусируюсь на угрозах, что под угрозой становится сама человеческая разумность, сам человеческий разум, что наша основная... Собственно, я сейчас покажу, она у меня недалеко стоит. вот такая вот, скромненькая, простенькая. Поскольку главной задачей человека сейчас является производство цифрового следа для тренировки искусственного интеллекта, то искусственный интеллект как центр, как главный источник конкуренции общества, то, соответственно, общество, у которых нет своего искусственного интеллекта, они по определению будут зависимы, общество, у которых нет своих социальных платформ, то есть социальных сетей, которые используются для управления людьми с одной стороны и для обучения искусственного интеллекта на их цифровом следе и с другой, такое общество тоже будет зависимым, ну и, соответственно, возникает проблема разумности, потому что цель существования человека впервые оторвана от разумных усилий, от разумных целеполаганий. И здесь существует очень трагический выбор, или мы попадаем в электронные канцлаги, быстро там теряем систему навыки, которые способны, позволяют нам поддерживать систему жизнеобеспечения, и население земли падает там до миллиарда или меньше, чем отнюдь не золотого, отнюдь не золотого. Золотой это миллиард погибнет, во-первых, его осталось там четверть миллиарда, а во-вторых, он погибнет почти весь в этом случае. То есть почему будет самые рафинированные, самые нуждающиеся в комфорте умрут первыми, такой смысл? Угу. Привыкши к комфорту. Привыкши к комфорту. Представьте себе умный дом, где вы подходите, показываете лицо, улыбаетесь, вам открывается дверь. Что происходит с умным домом, когда отключается электричество? Сначала он становится открытым. Потом выясняется, что нет доставки. Потом выясняется, что на 50-й этаж пешком дойти нельзя. На 20-й можно, на 50-й нельзя. Потом выясняется, что сразу выясняется, что канализацию можно только вылить в окно собственного отхода жизни. А дальше все умирают от болезни. Потому что подачи воды без специального насоса на 50-й этаж невозможно, потому что водокаче условно хватает до 10-го этажа. Это, в общем-то, из этой же сети. И тогда это очень грубый пример. Очень грубый. Я думаю, как раз вполне живенько представляется. Я проезжал мимо ЖК-остров, например, в Москве. Строятся огромные, роскошные, за страшные деньги. Не квартал, город в город. И все это по берегам реки. Берега реки, в общем, не особо база этого. Я запрос написал, товарищи, а вы считали нагрузку на грунт на каждый дом отдельно или на все дома вместе в совокупности? Мне просто интересно. Потому что, когда стоит один дом в поле, и вы считаете нагрузку, которую он оказывает на грунт, то грунт, который вокруг него, не тронутый, он, в общем, этот дом держит. А когда вы ставите 50 домов, или там 15, или 25, то вы должны считать их совокупную нагрузку на грунт. Потому что, как бы, ну, как бы, если дом стоит один, то его держит грунт, который вокруг него, а если вы ставите много домов рядом, то их совокупная нагрузка, она не равна сумме их одиночных нагрузок, потому что грунт, который вокруг, ну, в килограммах, естественно, равна, а прочность грунта требуется выше, потому что вокруг каждого отдельно стоящего дома уже нет свободного грунта, который будет его держать. Я не знаю, смог ли я это выразить в мыслях понятном для московских властей виде, вот по их ответу увидим. Но у нас же в чем проблема? У нас же, скажем, ЖК застраивается одной компанией весь. А у нас очень часто, когда разные компании строят разные ЖК бок о бок друг к другу. Когда у компании есть проект, что у вас из окон будет свободная перспектива. Я, значит, начинаю трясти девушку, а что у нас будет под окон? А, вот здесь будет один ЖК, здесь будет другой ЖК. Можно даже узнать их высотность, но я вот сейчас на скидку не помню, что это не мы строим. То есть нужно учитывать совокупную нагрузку на грунт, на все структуры и так далее. Вот. А просите, пожалуйста, вот я учился в советской школе. А люди, которые на 15 лет моложе меня, им эта мысль в голову просто может не прийти. Потому что таких сложных вещей, они даже формально будучи инженерами, могут обо них просто не подозревать. У меня есть инструкция в рамках цифровизации. Я действую по инструкции. А что там происходит за стеной моего участка? Простите, это не моя зона ответственности, пошли вы все нафиг. Государство тотальных двоечников, да? А цивилизация тотальных двоечников, это не только нас касается. Это же не мы ремонтировали аэропорт, главный аэропорт Берлина в течение чуть не 15 лет. Его отремонтировали на том времени, пока его отремонтировали, ввели новые стандарты, его пришлось переделывать заново. Это же не мы ремонтировали центральный пересадочный узел Берлинского метро больше 10 лет точно с перекрытием всего вокруг, созданием серьезных транспортных проблем всего года. Это 10 лет для условий демократии. Это же не мы это учиняем. Мы себя ругаем страшно, у нас уже некоторые мосты говорят падают, но небольшие, правда, но не до такой степени. Возвращаясь к теме, если разум становится ненужным для системы в целом, человек должен научиться сохранять его для себя в руку. И вот вопрос пройдем мы мимо электронного концлагеря или нет заключается в том, сможем ли мы найти себе смысл жизни в виде технического творчества самостоятельно. Если найдем, тогда угроза становится возможной. Если не найдем, то, наоборот, возможности становятся угрозами, реализуются и примут. Ну, вот таких вопросов на самом деле очень много. Я там разжевываю довольно подробно. Поскольку я его сдал в рамках института проблем глобализации, мне пришлось даже опубликовать нашего, значит, главного поэтики, который сказал, что работа научная, за исключением последнего раздела, значит, работа научная, никакой закрытой информации, значит, не, так сказать, публикуется, но, блин, последний раздел, который описывает, как будет трансформироваться Российская Федерация после оздоровления элит, ненаучный. Ну, здесь мы с ним разошлись, ну, ладно, это детали. А что там могло его напрячь? Нет, понимаете, наука это то, в отношении чего есть консенсус среди аналитиков. Ученые уже выразились научную бюрократию, но есть консенсус в отношении аналитиков. В отношении описания ситуации, структуру угроза, структуру возможностей, консенсус в принципе есть. А вот в отношении того, что будет происходить в России и будет ли у нас революция закрывающих технологий, что она может быть только у нас по объективной причине, которая позволит миру освоить новую категорию технологий, новый поколение, новый тип технологий, принципиально новый. Это вопрос открытки, потому что это вопрос жизнеспособности России, люди, которые смотрят на Россию в своей прекрасной Испании, сейчас, правда, с каждым днем все менее прекрасной, они как бы считают, что то, что вижу я изнутри, то, что я описываю, это некоторая романтика. Ну, вот здесь что называется расхождение во взглядах, вызванное разной медиа-диетой, как говорят европейцы, которая касается аналитиков. Тем более, что он не аналитик, он инспектор по этике. Когда возникла проблема с ЛГБТ-сообществом в рамках института, это же глобальная структура проблемы глобализации. Мы болеем всеми проблемами современного человечества. Всеми болеем. Спасибо за пояснение, Михаил Геннадьевич. Друзья, если кто хочет деталей, подписывайтесь на телеграм-канал Delegance Special. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok